Татьяна присоединяется к нам и светит нам ее лучик. Здравствуйте! Здравствуйте, Лулучик! Здравствуйте! Что это за порода? Это порода Кавалер, Кинг, Чарльз, Спаниель. Такое длинное название. А? Какая? Что? Кавалер, Кинг, Чарльз, Спаниель. Застеснялся немножечко лучик. Тут прям как надо поэтики, а то себя вести, я сяду ровнее. Извините, пожалуйста, Лулучик. Рассказывайте, как он появился в вашей жизни и почему именно он? Я вообще всю жизнь боялась собак. Потому что меня в детстве укусила собака. Я плохо помню этот момент, но я помню, что я хотела ее погладить. Но не получилось. И поэтому любая маленькая собачка даже в сумке могла у меня такой трепет вызвать. Я все время себя успокаивала, что собака чувствует мой страх. Мне казалось, что она будет меня сразу же кусать. И поэтому у меня были кошки. И я не думала вообще о собаке. И случилась такая ситуация, что я столкнулась с выгоранием на работе, какой-то апатией. И, наверное, в таком состоянии все страхи ушли на второй план. И я видела в гостях у друзей бультерьера. Я говорю, ну, конечно, я приду в гости. И я пришла, и она, конечно же, она меня покусала играюще. Но я ее погладила. Да, но она симпатию выражает зубами. Прикусывание. Просто прикусывание в руку, когда вот играются. И как-то я перезаписала, видимо, то событие из детства. И я ее погладила. Она ко мне прильнула. И я подумала, боже, собаки. И у меня прям разблокировалось что-то неизвестное для меня ранее. И я стала выбирать породу. Искать такую, которая бы подошла новичкам. Небольшую. Потому что я живу одна, чтобы я могла его транспортировать. Чтобы он был ласковый. Чтобы он не нуждался в длительных прям прогулках. То есть трехчасовых я бы не смогла ему обеспечить. И в итоге нашла просто тест в интернете, который выдал несколько пород. И вот одна из них была эта. И вот для меня удивительно, что вот его внешность такая милая. Абсолютно отражает его внутреннюю составляющую. Из-за ушей полюбили? Да, мне очень нравятся вот такие уши. Мне нравятся эти пушистые ладошки. Это тапочки. Тапочки собранные. А я видел, что вы как-то подбреваете, тут делаете ему. Да, я подбреваю. В общем, мне, в принципе, очень нравится за ним ухаживать. И, наверное, это так раз вот та энергия, та струя, которую я почувствовала, что я хочу в это потратить время. То есть хочется уже не просто там лежать, да, как-то смотреть в потолок, грустить. А уже нужно погулять. Ну, у меня была проблема с тем, что я могла задержаться, поработать больше. То с собакой так раз у меня был, в принципе, и расчет на то, что там я выйду из дома точно, а не сяду первым делом за ноутбук. И вечером тоже я не буду засиживаться, да, потому что кое-кто пушистый хочет гулять. И так вот приоритеты смещаются. И, конечно, чуть-чуть себя. Она организовала ваше время, да. Да, да. Ну, причем, смотрите, как интересно. Здесь же вот, что получается, это же все надо собаке, но вот личное время организовала она вам. Да. То есть вы перерабатывали, а вот а надо ли было, да, а теперь нет. Все, вот ухожу, поработала, теперь есть время. То есть качественно изменила график и вообще какой-то жизни. Да, я помню один момент был, когда наступили майские праздники, я работала и не заметила, как стала зелена на улице. Ну, то есть я не выходила из дома. Прекрасно, все классно, да. А с собакой ты замечаешь все вот эти сменяемости. Смену времен года. Да, смену времен года, вся природа, и дождь, и снег, и ветер. И утренний туман. Да, но на самом деле мне нравится это. Готов? У чашек. Опорт. Нет. Не было. Опорт. Да, молодец. А, он любит гулять? Как-то он достаточно спокоен сейчас. Он всегда спокоен, он очень любит гулять, он очень любит знакомиться вообще со всеми людьми, бежит. Его знают все дети моего дома, все знают, что это лучик, все с ним общаются. И очень много кто поинтересовался контактами заводчика, конечно же, то есть многие присматриваются к этому. Такую породу. Я теперь понимаю, почему лучик, он стал лучиком, да, в вашей жизни, тот период, когда вокруг были облака, они самые светлые. Да, именно так и вышло, да. А я увидела сейчас на видео, у лучика, я смотрю, есть друзья, то есть он не только людей любит, но и животных тоже. Да, он очень любит друзей, у него есть шпиц Павлик, это его один из лучших друзей. И вообще его друзья становятся и моими друзьями, потому что мы как мамы в песочнице смотрим, что наши дети играют, и мы начинаем общаться, дружить, видеться каждый день, там ходить друг к другу в гости. То есть когда у тебя собака, у тебя билет в какое-то вот сообщество тайное, безумно позитивных людей, ты идешь по улице, все к тебе подходят, собаки ваши кружатся, поздоровались, пошли дальше. И это тоже, кстати, стало одним из способов мне как-то начать новую жизнь, потому что я шла на прогулку, ну, немножко в печали, да, выходила заряженная, со всеми пообщалась, он там побегал, и это удивительно. Всем советую. А это кто это, Павлик в ванной? Да, да, это так раз вот мы мыли дома у меня Павлика, и лучик стал его поддерживать. Понял, что с другом что-то произошло, подбежал к нему, стал его вылизывать. На видео лучик прям очень-очень маленький, вы его забрали таким крошенным или это резерв? Это, наверное, трехнедельный, когда я его бронировала за бочер, вот я про это, да, спрашиваю. А, это просто вам прислали показать. Да, то есть вот таким вот я его... Ох, по-пой, ну эти щенята, эти... Ну да, такой хомячок, хомячок, да. Да, ну да, вообще, это же самое милое, что может быть только на этом свете. Лучик, ну давай поиграем, ну что ты? Давай, вот смотри, шарик тут, вот видишь, туда-сюда, смотри. У меня есть еще такой мячик. Может быть другой какой-то шарик? О, зелененький, как-то поинтересней. И шарик так туда. Проводил его взглядом, пока. А на улице он чем занимается? Вот, например, если вы не встретили по дороге друзей, чем вы занимаетесь на улице? Ну, так как мы кобелек. Да-да, мы кобелек. Нам интересно оставить на каждом кустике сообщение для девочек. А прочесть сообщение. Газеты читает? СМСки. Да, он читает, оставляет, читает, оставляет. Иногда он щиплет травку, это тоже для меня было откровением. Я не знала, что так как это первая совлака, я вообще не была готова к тому, что они, оказывается, могут пастись. Пастись, да-да-да-да. Давай. Лучашек. Лучашек. Ко мне. Лежать. Давай, домик. Домик. Скажите, а есть какие-то, может, интересные истории, связанные с Лучиком? Да, он у меня один раз стащил пять тысяч и съел. Сколько? Лучик? Зачем тебе? Ты зачем стащил пять тысяч? Стащил и съел. На карманные расходы. И съел? Да, съел. Я вообще не знала, что это может быть привлекательным. Наверное, не подумали. Думали, что, наверное, куда-то пропало. Да, я думала, что куда-то закатилось, куда-то, может быть, он заиграл. Я не нашла, думаю, ну ладно, потом найду. Но на прогулке... Понятно. Он показал свой тайничок. Ну, я нашла вот эти вот, когда там... Когда пакетиком надо было, да? Да, я увидела фрагменты бумажек, вот, была в ужасе. Ну, то есть, вот, как потом шутили мои друзья. Такой размен... Размен монет, да, да, да. Да, и, в общем, сначала было весело, потом не очень, потому что, оказывается, в деньгах есть вот какая-то металлическая полоска, есть краски. И для его ЖКТ, конечно, это было испытанием. Мы пару недель так постановили. Наблюдали. Справились? Справились, да. Вылечили за пару недель. Все прошло. И бюджет семейный цел теперь. Как-то не надо пятитысячный вот так раскладывать. Да, я, конечно, ему говорила, что я ни разу, по-моему, на пять тысяч не перекусывала. Он обучил финансовые грамотности хозяйку свою. Ждать. Молодец, ждать. Ждать. Вы что-то умеете, тренируетесь, дрессируетесь. Да, на самом деле, это тоже было для меня вначале большим страхом. Мне казалось, что вот воспитать, дрессировать собаку, это так сложно. Это ж какой должен быть труд. Но, оказывается, вот эта порода, она очень сама ориентирована на человека. Он сразу смотрит в глазки, как будто бы ждет какой-то команды. Поэтому очень легко нам дались простые команды, там, сидеть, лежать. Давайте посмотрим. Мы очень любим, когда у нас здесь, да, показывают свое умение. Да? Сейчас попробуем. У нас вся студия, вся программа про животных. Лучик, покажи, что ты умеешь. Будешь что-нибудь делать? Вкусняшки. Так. Лучик. Давай, ко мне. Молодец. Сидеть. Лежать. Сидеть. Браво. Молодец. Сидеть. Кружись. Браво. Еще раз. Кружись. Еще так ушко развивается. Да, 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 ушко. Давай. Домик. Молодец. Ой, молодец. 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 Не сажалай. Молодец. Прямо несколько как раз команд вы отработали, показали сейчас. Да, и за одну вкусняшку вообще лучше. За одну вкусняшку столько команд. Молодец. Щедрый Лучик. Молодец. Молодец, Лучик. Аплодисменты. Да, на самом деле это тоже, как оказалось, мне важно. То есть, когда такое настроение подавленное, кажется, что ничего не получается, а тут он дает тебе ситуацию успеха очень легко. То есть, вот он не умел, вот он теперь умеет. И поэтому мне настолько тоже втянуло вот в первые месяцы. Очень здорово. Ну, вы вообще большая молодец, что с такой фобией вы добились таких результатов. Вот удивительно, как можно перестроиться и думать всю жизнь, что ты кошатник. Хотя сейчас я понимаю, что лучшая кошка – это собака. Потому что я на самом деле вот жаждала от кошек вот этой отдачи, которую я сейчас получаю от собаки. И вот если бы знала раньше, конечно, возможно, что-то было бы по-другому. Ну, зато так, как есть, тоже здорово. Спасибо. Спасибо вам большое, что пришли. Рассказали свою очень интересную историю такого преображения, трансформации себя, личной жизни, пространства личного и в том числе рабочего графика. Да, да. Вот, так что не надо переработать. Вот эту историю, когда вы работали, не заметили, как цветут майские сады, ну, это безобразие. Вот с лучиком такого никогда теперь не будет, да? Молодец, лучик. Будем ждать от вас вот таких же милых видео, забавных, присылайте на лапки.лайв, будем показывать. И приглашайте к нам в гости своих друзей по площадке. Да, и приходите вместе. Спасибо вам большое. Спасибо большое, до свидания. Лучик, пока-пока. Пока, лучик. Не пойду никуда, мне здесь нравится. Пойдем туда. Пока, пока, лучик. До свидания. Удивительно, конечно, что вот у человека фобия, а еще начала с питбулли. Решила побороть фобию, обнявшись с питбуллем. Прям беспроигрышный вариант. А у меня еще впечатлила тоже другая часть этой истории, что человек в погоне за карьерой зачастую жертвует личной жизнью своей, личным пространством, вообще всем. То есть, видите, не заметить, как цветут сады, да? Да. Что за безобразие. Размываются границы, ты уже не понимаешь, где твоя жизнь, где рабочая, то есть, ты просто полностью отдаешь себя каким-то процессам. Как белка, закручиваешься. Да, а приходит питомец, и он включает тебя обратно в жизнь. Да, причем... В твою собственную жизнь. В момент самый нужный, когда было выгорание, она же рассказывала о том, что все выгорело, больше уже не могла. А здесь прям такой спасательный круг, раз и появился. Это очень здорово, на самом деле. Хорошая история. Я внучку очень благодарен в данном случае, что он появился в жизни, да. А собака тебя в момент прогулки, он тебя растряхивает, он тебе несет свои игрушки, несет эти палки грязные. Ты, пожалуйста, давай без этой палки. Он все равно тебя пачкает, и он все равно такой, давай, виляет хвостом, давай поиграем. И действительно, животные, они прям тебя дают встряску такую хорошую, позитивную, эмоциональную. Выдергивают из эмоциональной ямы. И тебе все равно приходится это делать, и контакт с окружающей средой, с окружающим миром, благодаря животному. Я вас так слушаю, у меня просто никогда не было собаки, я всегда боюсь как раз именно прогулок. Думаю, ну вот, я же не хочу с утра выходить, но я вот сейчас очень зарядилась. Хочете свою там на тест-драйв? Да. На недельку. Ты будешь мне видео присылать. Договорились? Договорились. Ну и все, и порешили. Вот и решение. Субтитры сделал DimaTorzok